СПОРТОБЗОР Полный комплект наград у сноубордистов. Так, Маргарита Носкова стала двукратной чемпионкой Сурдолимпиады, выиграв золото в сноубордкроссе и биг-эре. К этому комплекту девушка добавила еще и серебро в слоупстайле. В мужском биг-эре первые две ступени педестала заняли россияне. Победу праздновал спортсмен из Москвы Никита Горячев, а новосибирец Илья Пеньков пополнил свой арсенал серебряной медалью. Еще одну награду бронзовую 29-летний сноубордист завоевал с лоб стали. Бронза в этой же дисциплине и у Эллы Шевляковой. Таким образом, на троих новосибирские сноубордисты завоевали шесть медалей. Самое большое представительство нашего региона было в хоккее. Сразу девять игроков. Россияне в итоге стали бронзовыми призерами турнира. В полуфинале национальная сборная уступила американцам, а в борьбе за третье место переиграла финнов. Со счетом 5-1. Россия стала победителем медального зачета, причем с большим отрывом. Спортсмены в общей сложности завоевали 50 медалей. По 18 золотых и серебряных и 14 бронзовых. Добавлю, на играх четырехлетней давности медалей у россиян было всего 30. Победу на международном уровне одержали и воспитанники школы Сепсельмаша. Молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом завершился в Архангельске. И завершился убедительной победой россиян над шведами в финале со счетом 7-1. В составе сборной страны золото мирового первенства завоевал защитник новосибирского Сепсельмаша Кирилл Бобров. Одним из тренеров сборной на турнире был тренер новосибирского клуба Николай Коновалов. По итогам чемпионата лучшим полузащитником турнира был признан Дмитрий Аникин, также являющийся воспитанником новосибирской школы хоккея с мячом, а ныне выступающий за Хабаровский СКА нефтяник. К другим новостям покорители Сибири определили на ежегодном турнире в Новосибирске. Первенство Сибирского федерального округа по пулевой стрельбе в этом году впервые вышло на международный уровень. За соревнованиями наблюдала Анастасия Алексеева. Главное отличие пулевой стрельбы от других видов спорта – то, что спортивным инвентарем в данном случае выступает оружие. Вариантов несколько. Можно стрелять из пистолетов или винтовок, которые в свою очередь бывают пневматическими, крупной и малокалиберными. Покоритель Сибири – турнир по стрельбе именно из пневматического пистолета. Принципы практической стрельбы – это и безопасность заложена в первую очередь. То есть мы учим спортсменов безопасно обращаться с оружием. Соответственно, и травматизм, он минимален здесь, если спортсмен делает все как положено. Конечно, это хоть и пневматика, но все-таки является оружием. То есть, ну, хоть и пневматическим, но можно травмироваться. Первый подобный турнир провели два года назад. Тогда это были соревнования областного масштаба. Сейчас же они стали международными. 90 участников и только 25 из Новосибирска. Остальные из Москвы, Владимира, Ставрополя, из Китима и Сахалина. А главные гости турнира приехали из Монголии. Конечно, определенная работа была проделана, но есть, так скажем, календарь международных матчей. Нас туда включили, левел 3, и они откликнулись, потому что они летают в Китай в основном, а здесь рядом Сибирь, то есть они прилетели к нам. Всего участников ждет 12 упражнений. Они разработаны к турниру профессиональными дизайнерами заданий. На взгляд дилетанта кажется, что они все похожи. Однако разница для участников соревнований существенна. В длительности, количестве выстрелов и мишени, а также в наличии разного рода препятствий. Сложно это низкие порты, где мне приходится приседать, потому что за счет моего роста это не очень удобно. Но шахты Кузбасса мне понравились. Хотя там как раз-таки надо было приседать, но мне понравилось. А что там было, расскажи. Там был порт длинный, имитирует шахту буквально, но там не надо было так низко приседать, и поэтому я смог это сделать более-менее нормально. Участвовать в соревнованиях по практической стрельбе можно с 11 лет. В Покорителе Сибири есть спортсмены и младшие. В рамках фестиваля они стреляют вне зачета и готовятся к будущим турнирам. Еще больше новостей спорта в аккаунтах программы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Кристина Латта. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok